Новый артефакт казахстанских археологов может украсить любой музей мира. В Алматы нашли уникальное захоронение женщины Уйсунского периода. Возраст находки 4-5 век нашей эры. Рядом с погребенной были обнаружены и некоторые предметы, шпильки, зеркало, персни и золотой фрагмент главного убора саксского предводителя. Кирилл Харламов рассмотрел эти ценности. Персень, кувшин, зеркало – все эти вещи принадлежали женщине, которая жила еще в Уйсунский период. Это 4-5 век нашей эры. Сейчас археологи Алматы пытаются в буквальном смысле докопаться до истины. Кем она была, каково было ее положение в обществе. Работа кропотливая. Вещи собирают по маленьким кусочкам. Одно из захоронений серьезно пострадало от воров. Причем разграбили его почти сразу, как только оно было сделано. Соседнее сохранилось куда лучше. Вот, например, элемент головного украшения и золото. Его расхитители упустили из виду. Здесь идет уже чеканинная фольга. Объемную скульптуру сделали из него. Где уже говорится, что цену золота уже определялось не литой, а уже фольговой делается чеканкой. Теперь этот артефакт хранится в музее истории Алма-Аты. Находка без преувеличения уникальная. Его внимательно изучат, а после оно появится в экспозиции. Барс, который мы представляем, она обитает на верхних горных массивах. И этот горный массив – это символ величия высокого социального ранга. Древнее захоронение расположено прямо в черте города, на территории современного кладбища. Специалисты уже заявили, эти могилы не похожи на известные древние погребения. Могила, она как оштукатурена. Причем оштукатурена вот этой бентонитовой глиной. Причем штукатурка – это как бы подшлифованная, вот как сейчас делают евроремонты. Вот штукатурка такого качества. Загадок в средневековой кочевой археологии гораздо больше, чем ответов. Археологи говорят, погосты в Казахстане всегда появляются на месте древних захоронений. Этим особым территориям всегда придавали сакральное значение. И современные кладбище, и кладбище этнографического времени, то есть 18-19 веков, они все были сопряжены с более древними кладбищами. То есть вот как огорожена эта страна мертвых, так вот в эту страну мертвых по-прежнему и уходят, несмотря на 21 век. Сейчас поиски на месте курганов продолжаются. Известно, что кочевое племя Усуни, обитавшее в древности на севере современного Китая, в новой эре переселились на территорию Семеречья, принеся новую культуру в казахскую степь. Соединив все находки, археологи смогут предположить, какими же были предки казахстанцев. Кирилл Харламов, Самат Кельминбетов, МИР24. Самое большое сакское захоронение археологи обнаружили 45 лет назад вблизи Алматы. Это останки воинов золотой одежде. Общий вес драгоценного металла составил почти 4 килограмма. Золотой человек стал историческим брендом Казахстана. Его фигура венчает монумент независимости на главной площади Южной столицы. Субтитры создавал DimaTorzok